Добрый день, с вами программа JCTV, я Герасим, ведущий. Мы рады вас приветствовать по всему лицу земли. Кто где есть, Америка, Германия, Израиль, Швеция, все везде, все для вас. У нас сегодня в гостях замечательный человек, директор тренинговой компании, поэт, хотел сказать, композитор, да, ты тоже песни пишешь, вот. И вообще замечательный человек, Наталья Грейс. Наташа, спасибо, что пришла к нам. Мы сегодня говорим о творчестве и говорим о том, что мешает этому творчеству, и мы говорим сегодня и о любви, и о наших возможностях человека. Наташа, хочу сразу же начать с того, что вот ты человек, который аккумулируешь одна, или же все-таки любишь черпать что-то многое из внешнего? Знаешь, Герасим, самая большая удача, мне кажется, для любого человека творческого, когда можно от кого-то подзаряжаться. В большинстве случаев, к сожалению, приходится отдавать. Я вот нарисую одну такую пошленькую пирамидку сейчас. И мы ее покажем, наверное, крупным планом. Вот эта вот пирамида людей, где на более низком уровне находится, на низком уровне развития, там, интеллектуального, духовного и прочего, находится множество людей. И вот чем человек выше по этой пирамиде, тем количество людей все меньше. Поэтому говорят, что на вершине всегда одиноко, поэтому заранее надо знать, зачем ты туда прешь. То есть братьев по разуму тут очень мало. И скажу тебе честно, что чем больше ты развиваешься, Герасим, тем как-то все более и более ты чувствуешь себя вот как-то немножко изолированно. И я всегда считаю огромнейшее счастье, когда можно вот встретить человека, рядом с которым ты эмоционально что-то новое получишь, рядом с которым ты мысль какую-то свежую слышишь. Или он тебя как-то духовно подпитает. Или, может быть, какой-то факт хотя бы расскажет, который тебя так немножко, знаешь, встряхнет, взбодрит, освежит. Мне вот сегодня очень понравилось то, что ты про бабушку рассказал. Расскажи народу, чтобы знали все. Про какую бабушку? Которая 100 километров. А, 100 километров бежала, да. Да, очень интересная история. Кстати, я от тебя почерпнул другую историю про Лене Лефенштейн. Лене Лефенштейн, она довольно известная. Да, уникальная история, когда бабушка, которая снимала Олимпию для Гитлера, да, там, и вообще все эти фильмы немецкие, вдруг она плавала в свои 90 с лишним с акулами, с аквалангом и говорила, что если у меня съедят эти акулы, то вам достанутся уникальные кадры. Я также как ты считаю, что жизнь человеческая, она полна всяких очень интересных поворотов, но все эти повороты, если правильный человек движется, и у него внутри правильные желания, они его приводят только к тому, что он становится намного сильнее, мудрее вообще и краше, наверное, я бы так сказал, независимо от возраста. Да, как говорится, все, что нас не убило, сделало нас крепче. Сделало нас крепче и сильнее, да. И бабушка, интересно, в 84 года человек, который занесен в книгу Гиннесса, бегает каждый день 5 километров минимум и является чемпионом мира в своей возрастной категории, значит, человек, который пробегает 42 километра за какое-то количество... Быстрее всех. Быстрее всех, да, вот. Поэтому это уникально, что такой человек в пожилом возрасте, я встречаю иногда женщин, которые в 45-50 говорят, ой, куда уж мне старый, понимаешь? А этой уже 84, она бегает, она в книге рекордов Гиннесса. Это нас возвращает к чему? К личностному потенциалу человека. Что ты можешь посоветовать? Что за 7 факторов, которые сдерживают успех вообще? Что мешает человеку? Знаешь, Герасим, вот однажды пришла мне в голову мысль записать... У нас был семинар как раз на тему факторы, сдерживающие успех. Я это назвала именно так. Самый первый фактор... Я вот нарисую цифру 7, просто чтобы визуально запомнилось. Их несколько, этих факторов. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Самый первый фактор, сдерживающий успех, это незнание ответа на вопрос, зачем существую лично я. То есть, когда человек не имеет даже какой-то приблизительно версии о том, зачем он существует, и такие слова, как миссия, смысл жизни, цель, предназначение, они для него вообще не имеют никакой четкой формулировки, вот он не может ответить, зачем он живет. В 100% случаев этот человек просто пролетает, как фанера над Парижем. Второй фактор. Когда, скажем, у человека присутствует такая вещь, как страх. Страх перед действием. Вот он, например, пишет там песни, да, но вот он боится выступить. Он, скажем, хочет там чего-то, но вот он боится пойти на собеседование, пройти это собеседование, конкурировать с другими. Он хочет получить высшее образование, второе, но он боится поступать. Ему кажется, что уже не время, там еще какие-то факторы. И вот у меня есть один такой закон, мой фирменный закон, когда я говорю, что есть закон ложности идеальных условий. Идеальных условий для того, чтобы начать что-то новое, открыть свою фирму, там, родить ребенка, переехать в другой город. Идеальных условий не наступит никогда. То есть если человек не научится действовать в неидеальных условиях, то ничего не получится. Третий фактор, я не стану писать, я просто произнесу его вслух, это незнание специфической информации про деньги, неумение обращаться с деньгами. Очень многие творческие люди, я их называю творческие белоручки, они считают, что, ну, а зачем пачкаться об деньги, зачем зарабатывать, зачем там, понимаешь, проводить выставки. Кто-то должен их взять под крыло, кто-то должен организовать, кто-то должен наладить, кто-то должен договориться, кто-то должен их пропиарить, кто-то должен... Короче, им должны все, а они только должны сидеть, понимаешь, развалившись в кресле и мечтать общаться с музой. Так вот, не получится. Иногда еще говорят, что помогите таланту пробиться, да, бездарность пробьется сама. А я вот, например, считаю, что у каждого таланта должна быть определенная мера живучести. И здесь как раз если не быть инфантильным, и не быть вот слабым, не быть лентяем, и не быть белоручкой, то надо научиться работать и научиться зарабатывать. Вот когда разговариваешь, скажем, у нас есть курс по финансовому благополучию, разговариваешь про бедных и богатых людей. Я считаю, что между бедными и богатыми находится не класс, средний класс, так называемый, нечто такое обтекаемое, непонятное, а находится класс, который я называю «богатеющие люди». То есть между бедными и богатыми находится богатеющий. Вот богатеющий человек – это человек, который реально работает много и сверхмного. Он устает, он перерабатывает, он живет без выходных, он ищет новые пути, он ввязан в кучу всяких проектов, у него не получается здесь, он пробует в другом месте. Бедному человеку вот реально не хочется верить, то, что он беден, потому что он ленив, то, что он беден, потому что он глуп, беден, потому что он плохо образован, беден, потому что недостаточно профессионален. И всем бедным людям хотелось бы верить в то, что они бедны, потому что виновата страна, потому что виновата правительство, потому что им не повезло, потому что им не помогли, потому что их не спротежировали, потому что у них не самое лучшее здоровье, не идеальная внешность. Ну, короче говоря, виноват окружающий мир. Виноваты все только у них. Да, а то, что вот кто-то пробился, это ему повезло, конечно. А повезло при ближайшем рассмотрении оказывается все тем же самым. Пахота, собранность, усилие, труд, кропотливость, продвижение, дисциплина, самодисциплина. Так вот, разговоры про деньги, на самом деле, это разговоры про работу. Существует множество способов разбогатеть. На одном из дисков у нас даже записана эта лекция одного из моих сотрудников, который... Я сразу же, а где можно диск-то купить? Сейчас расскажу. Называется «10 способов разбогатеть». Скажем, через среди этих способов есть выйти замуж за деньги, жениться на деньгах, выкопать клад с помощью металлоискателя, выиграть лотерею. Была же какая-то женщина, в Нью-Йоркскую лотерею, выиграла какую-то сумасшедшую сумму много лет назад, 20 миллионов долларов. Ну и подумала, да, подумала, знаешь, что париться, буду на них жить. Жить и тратить на широкую катушку. Повезло женщине, представляешь? Ну и когда у нее деньги стали заканчиваться, она подумала, деньги заканчиваются, надо прикупить какое-то количество лотерейных билетов, вдруг еще раз выигрываю. Представляешь, она спустя несколько лет выиграла в ту же самую лотерею, опять огромную сумму, тоже много миллионов долларов. То есть, видимо, у судьбы есть определенное чувство юмора. Может, она в прошлых жизнях чем-то отличилась, может, ее бабушка была праведницей, много за нее молилась. Откуда я знаю? Ну вот повезло женщине. Однако же множество зевак, тунеядцев, лентяев, шалопаев, они просто надеются на то, что можно пойти, ничего не делая, что-то выиграть. И вот если эти все дебильнейшие способы отбросить и отвергнуть, то остаются среди таких реальных ощутимых это мир, труд, грейс, товарищи. Да, вот что остается. Поэтому, да, поэтому если, скажем, диски для самообучения заказать, конечно, это можно сделать. Сайт очень легко запоминается. Умапалата.ру без пробелов и подчеркиваний. Умапалата.ру Если хотите, можете приглашать, поговорим, побеседуем, съездим, поработаем с мигрантами в других странах. И всегда это весело, всегда это взаимообмен, взаимоэнергетическое обогащение. Да, так что если вы нас смотрите по всему лицу Земли, как я говорю, то приглашайте Наташу, заходите на ее сайт умапалата.ру, там можно тебе лично написать, там все есть, да, все телефончики, все есть. Поэтому, Наташа, мы дальше пойдем по этому интересному графику, потому что у тебя первый, значит, второй страх, третий у тебя было... Первое, это незнание ответа на вопрос, зачем существую лично я. Второе, это страх перед действием. Третье, это неумение зарабатывать деньги, незнание заработать, неумение трудиться. Все это в одном подпункте. А вот оставшиеся 4 пунктика я оставлю для того, чтобы не получать на халяву, а заказать по интернету и посмотреть дома. Логично, да, хорошо. У нас в гостях Наталья Грейс, замечательный человек, который, я считаю... Наташа, вообще ты знаешь, такой пендаледатель, как я тебя назвал. Спасибо тебе. Ты даешь такие хорошие пинки, такие, как прям в анекдоте, что русского, когда расстрелили, он говорит, слушайте, мужики, там француза спросили, тот заказал, американец, а когда русского спросили, что ваше последнее желание? Он говорит, дайте мне пендали. Вот ему дали пендали, он отобрал у них автоматы, всех их перестрелял и убежал, короче, в леса. Вот это про русского человека. Я считаю, что твоя компания, она чем и занимается, что она нашему русскому менталитету, который воспитан, как бы, что мне должны сами что-то принести, что мне должны там помочь, что мне должны позвонить, меня сами найдут там, или что мне начальник скажет, и то, и то произойдет, вот, а это не происходит. Или наоборот, там что-то происходит, но что-то не то, а потом это разочарование, а потом по-разному там заносит человека. Я вот считаю, что твоя компания дает хороший такой пинок для любой жизни человека. Вот, и... Не для любого, Герасим. Я тебя чуть-чуть поправлю. Потому что не каждый. Да, не каждый. Не, ну тот перервелся, ты же знаешь. Знаешь, один раз ко мне пришел товарищ на консультацию, вот он буквально в таком состоянии сидел, «Ну что, меня жена провела, а я не понимаю, что ей не нравится. Я все деньги отдаю, у меня все нормально». А я говорю, «А зачем она вас привела?» «Ну, она сказала, с тобой скучно, чтобы ты что-нибудь захотел». И я говорю, «Вы знаете, вот помочь невозможно». А некоторые говорят, «А вот что делать, у меня лень». Я говорю, «Да клякай, умри». То есть что можно делать, да? Волшебный пендель люди, ну не всем можно дать, реально. То есть каждый человек выискивает себе вот эти некие искорки, и он сам ищет, вот ходит, где подключиться, где подзарядиться, что найти, какую информацию, как себя простимулировать. Есть люди, которым никогда ничего, к сожалению, уже просто не поможет. Это, как их называют, тухляки такие, да? Да, я считаю, что... Сейчас я говорю, да, все. Далой тухляк, поэтому можно сказать. Далой тухляк, да. Мы сегодня говорим «далой тухляк», потому что мы творим, мы вообще дети здесь, мы не зря время проводим на этой земле. Вот нам нужно много что сделать. Вот давай поговорим о профессионализме. Значит, есть такие понятия... В свете этого всего. Да, есть такие люди, которые говорят, я такой профессиональный, я просто вообще, я сейчас всех уболтаю, я запроповедую, запою, там, я только дайте мне вот площадку. Вот сейчас вот случится, меня сейчас продюсеры найдут, и я такой стану как бы. Ну, давай, что ты думаешь о профессионализме? Волшебный, да? Вот в свете того, что мы все-таки работаем сейчас на христианском телеканале, то я вспомню, однажды оказалось вот случайно на таком сборище, там сидели священники, люди, которые проповеди говорят, там, диаконы, пресвитеры. И вот эти люди рассуждали о том, что самое главное, это вот сошествие благодати, что вот под благодатью говорить. Вот здесь я как бы без излишней иронии сразу оговорюсь, что, безусловно, когда человек выступает перед аудиторией, ему совершенно необходима такая вещь, как вдохновение, такая вещь, как подключка к небу, выходом в какие-то высшие сферы. И бывает, вот даже у верующих людей есть такое понятие, я говорил под благодатью, говорил не под благодатью. Да? Но, но, если человек лыка не вяжет, как это часто бывает, словарный запас очень скудный, как это мы очень нередко можем наблюдать, да, в современных, вот этих попытках проповедовать, я так скажу. когда критикуются такие сильные ораторы, как Билли Грэм, который четко выстраивал свое выступление, да, скажем, там на каждые 10 мест стоял профессиональный клакер, и я считаю, что для публичных мероприятий это нормально, когда стояла всегда группа охраны, порядка, и людей, которые нарушали этот порядок, могли быстренько погасить и вывезти, масса приемов каких-то использовалась, и это нормально, это здорово, это хорошо, это профессионально, это вовсе не значит, что вот если есть место профессионализму, то там нет места благодати, я даже более того скажу, что благодать, на мой взгляд, охотно посещает те места, где есть, да, вот этот профессионализм, если человек, скажем, вот врач, да, он же трудится, он от Бога, если он зубрила, если он трудяга, если он старательный, если у него там голосолмаз, если у него руки четко там работают, вот просто любому священнику такому задать вопрос, вот скажите, есть неверующий врач, у которого отшлифовано мастерство, мастерство, идеальные материалы, потрясающая машинка, там все, вот к нему вы пойдете, да, лечить зубы, или, скажем, человек, практикант, первый год работает, живого зуба в жизни не видел, ну молитвенник, да, ну молитвенник, праведник, понимаешь, там все, там он вот, вот тебе и благодать, и те священники размышляли как раз о сошистве благодати во время выступления за кафедрой, но я не выдержала и сказала, что каждому священнику первое, что нужно сделать, где-то осваивать основы ораторского мастерства, то есть заниматься изучением риторики, почему-то Михаил, Михаил Ломоносов, да, не считал зазорным изучать риторику, считал, что риторика это основа, первооснова всех вообще наук, что это первооснова логического мышления человека, то есть это выстраивает систему стройного мышления, чисто речевого, и настраивает все вибрации в нужном ключе, то есть он считал, что ученый не может быть ученым, если он косноязычен, и он начинал самовоспитание с изучения ораторского искусства, ну и вот там стояло в зале пианино, и я предложила этим священникам, молодая была горячая, говорю, знаете, может быть, кто-нибудь из вас, кто не обладает специальными знаниями, и у кого нет музыкального образования, выйдет и по благодати сыграет на рояле, точно так же, понимаете, можно по благодати выйти и выступить за кафедрой, если вы не знаете, как начать речь, чем закончить, какие кульминационные акценты расставить, если дикция не очень, если, понимаешь, с дыхалкой, дыхалки не хватает, а большое пузо при этом, да, а объем легких маленький, да, и вот, скажем, множественные дефекты речи, я уже не говорю там о каких-то пришепетываниях, о таких вариантов, белый звук, это самое, слова паразиты, вот, короче, типа, в общем-то, это как его там, ну и, я, короче, вообще, я не говорю уже там о парадоксальных таких проявлениях, но в конце концов человеческая речь цена не отсутствием пороков, а наличием достоинства, но когда нет ни ярких примеров, ни искусства демонстрации в звучащей речи, ни умения сжато, лаконично, ярко что-то сказать, ни формы физической, я не вижу так, чтобы смотреть приятно на человека, не одет он, понимаешь, не там, то о каком вообще сошествии благодати можно говорить, вот тебе и пожалуйста, христиане современные очень часто уповают на вот эту вот фирменную халяву под названием христианским, благодать, на самом деле же они им прикрывают свою лень, свою недоразвитость и свой примитивизм, да, приятно или нет это слышать, но я могу сказать, что примитива в церквях, на христианском телевидении, на христианских радиостанциях намного больше, чем в других организациях, где люди реально работают над уровнем своего профессионализма, где они читают словари, где как правильно показано, как ставить ударение, где они занимаются, ходят на курсы, занимаются усовершенствованием, и христиане, я считаю, не могут себе позволить вот так вот на халяву подходить к своему труду. Ну ладно, давай поговорим дальше о профессионализме, все-таки чем ты делишь, профессионала от нет, профессионала вообще, есть какой-то постулат, ну постулат, не постулат, я вот сейчас нарисую, где тут наш волшебный фломастер, нарисую простенькую схему, я говорю, что в жизни, как и в медицине, все часто делится на три, и маленькая шуточка такая, но тем не менее, она очень лаконично, хорошо объясняет. Три есть вещи, вот кого можно считать профессионалом, я считаю, что компоненты профессионала, это специалист, это хороший человек, сейчас поясню, и это продавец. Так вот, есть такой афоризм на курсе по финансовому благополучию, мы периодически об этом говорим, что если у тебя нет денег, значит то, что ты делаешь, никому не нужно, потому что хороший стоматолог, он всегда сыт, и семья его сыта, у хорошего парикмахера запись вперед на месяц, у хорошего массажиста запись вперед на два месяца и так далее, да, и, скажем, когда человек является знаменитостью местного масштаба в своих кругах, его ищут, скажем, чтобы прооперировать грыжу позвоночника только у этого человека, вот за его руками охотятся, за его глазами, за его там, понимаешь, консультацией, за его мнением, вот если человек считается экспертом в какой-то области, за ним реально охотятся, а когда он ноль полный, ни о чем, да, он не может считаться вот специалистом, но для того, чтобы быть профессионалом, быть спецом мало, есть такая вещь, как хороший человек, говорят, быть хорошим человеком это не профессия, но, если, скажем, вот поставить двух профессионалов рядом, и один из них человек препротивнейший, неприятный, снобливый, знаете, высоко общается с людьми, а другой просто, вот простой, нормальный, открытый, вполне контактный, адекватный, приятный человек, то у этого человека востребованность в его руках, в его навыках, в его знаниях, в его умениях будет намного больше, то есть работа над своим человеческим фактором, над этим пресловутым ЧФ, да, все равно должна идти, несмотря на то, что ты специалист, и даже тем более, если ты специалист высокого класса, А вот третий вот этот компонент, говорят, что продавец себя продает, а специалиста находит, я могу пожелать, сказать, что 60% клиентов, может быть, даже больше, 70, 90, а то и все 100, приходят по рекомендации, находят кого-то через сарафанное радио, когда какой-то стоматолог нам хорошо сделал зуб, мы ведь начинаем его продавать, ой, было и не больно, идеально подобран цвет, и спас шестерку сложную, и, короче, не пришлось удалять, то есть мы ходим и делаем рекламу этому человеку, поэтому вот определенные элементы, навыки и умения продать свой труд с точки зрения организованного менеджера, а не только через сарафанное радио, все равно должны присутствовать у человека, и вот здесь как раз сложнее всего приходится талантливым людям, потому что для них все это рутина, бухгалтерия, накладные, кассовые аппараты, вот эти все там, вот эта вот вся рутина, под которой реально можно погрязнуть и утонуть, и творческим людям я могу пожелать только собранности, хороших менеджеров, хорошей организованности, и умения хотя бы на примитивном уровне владеть вопросами отчетности и порядка своей фирмы. И тема отличается профессионалам от непрофессионалов. Один человек подошел к забору, на котором было написано «идет стройка». Он зашел туда и увидел огромную-огромную яму, и так посмотрел туда, и что конца не видно вообще вот этому как бы котловану. А потом, когда он обернулся, он увидел, что написано, «идет строительство небоскреба». И судьба сни такова, что если мы будем стараться строить высоко, то копать мы будем глубоко. Поэтому сегодня была у нас в гостях Наталья Грейс. Вы можете посетить ее сайт www.umapalata.ru Как слышится, так и произносится. Или umapalata.ru Кто нас смотрит по всему лицу земли, пожалуйста, заходите на этот сайт. Наташу приглашайте, она проведет вам тренинги, научит вас, как правильно говорить, мыслить, вообще строить бизнесовые и вообще многие взаимоотношения с самим собой и с окружающим миром. С вами была программа GSTV. Мы вас очень любим, благословил всех Господь на то, чтобы творить и быть все-таки нам достойными и попроще нам быть и тогда к нам потянутся люди.